привет друзья ну вот просто невероятная штука но пятый раз перезаписано такая сложная проблема честное слово вот евро в саду это его в саду едема такая парящая легкая красивая почему так трудно ну потому что сложная проблема вот решил бог создать человека по своему образу и подобию но бога то никто не видел стало быть по сути бог творец стало быть как творца и поэтому бог человек это творчество и вот тут первородный грех и вот я задумывался над этим как же так происходит как же мог человека с древо познания не вкусив ведь это древо познания они добра и зла они древо добра и зла как бы как же он мог быть homo sapiens здравомыслящий если бы он не знал разницу между добром и злом если бы он не знал как бы созидать добро в отличие от зла уже странно ну вот по природе вот есть многовековая фильтрация которая определила что застав человека не любите не сможешь заставь его не творить и не сможешь природа у него такая еще природа у человека какая как в религии сказано человек способен к выбору в отличие от животных потом не одна же это уже психотерапевта психиатр из одессы кажется он сказал что человек это чело направленный век то есть может прогнозировать планировать предусматривать и человек способен к идеалам в отличие от животных и человек способен к самосовершенствованию как так получил что первородный грех ну вот я долго об этом думаю очень сложная тема для вот смотрите змеи в котором воплощаются мифологически так это скажу зло предлагает еле вкусе стрелу позвания добро и зло вот она говорит нет он его искушает вкусе она говорит отец не велел а он говорит знаешь почему не велел она это почему а потому что станете так вот так он же и хотел там же и написано библии решил бог создать человека по своему образу и подобию вот интересная ситуация и вот выборе мы говорим о выборе выбор между чем и чем отец не велел то есть они ослушались и поэтому они наказаны и стали смертными да и муках рожать детей своих и поти лица трудиться так вот выбор мне так кажется выбор в том чтобы быть послушником всегда или с открытыми глазами но труден путь муках будете рожать детей своих поти лица трудиться и они выбирают с открытыми глазами ну да но у нас это называется первородным грехом по моему мнению греха никакого не было был выбор но вы подумайте это же мне скажите как вы на эту тему прав я может быть не прав